Эдуард Манедж рассказал, что внутри самой стандартной модели есть как бы проблемы. Но прямые свидетельства от того, что стандартная модель не полна, они берутся из космологии. Космология как точная наука возникла совсем-совсем недавно, на протяжении последних 25 лет. И сегодня мы понимаем очень много про Вселенную. Начиная по крайней мере с одной секунды после Большого Взрыва, нам много чего известно с хорошей точности. И тут, конечно, есть множество современных данных совершенно другого характера по сравнению с тем, что получается на ускорительных. Это, конечно, наблюдательные данные разных типов. Вот есть глубокие обзоры галактик, например. Сегодня речь идет о измерениях положения углового и радиального положения галактик на расстоянии до 20 миллиардов световых лет. И речь идет о миллионах таких объектов, миллионах галактик. Темп расширения. Вселенная расширяется, галактики от нас удаляются и измеряются с помощью эффекта Доплера фактически. Они, значит, свет от далеких галактик приходит к нам по красневшим. И вот сейчас, возможно, имеются точные измерения скорости расширения Вселенной в разные эпохи. Вот одна из таких картин здесь приведена. Это вот разные объекты. Значит, это вот некоторых единицах расстояния. А это красное смещение. Значит, во сколько раз свет краснеет единиц плюс красное смещение, это то, во сколько раз свет краснеет двигаться к нам от соответствующего источника. А это вот разные источники тут. И, значит, чутки в сторону, если говорить о красном смещении единиц, то это источники, которые находятся от нас на расстоянии примерно 10 миллиардов световых лет. И свет от них был спущен примерно 8 миллиардов лет назад. Это, так сказать, больше, чем половина от времени жизни Вселенной. Такие вот глубины сегодня, на такую глубину возникают наблюдательные телескопы. Значит, в прошлом Вселенная была, расширялась очень быстро. Сегодня она расширяется медленно. За 10 миллиардов лет примерно увеличится расстояние. Раза в два. А в прошлом совершенно другой темп расширения был. И свойства вещества Вселенной были совсем другие. Вещество в ней было гораздо более плотное, гораздо более горячее. Сегодня характер температуры Вселенной, она меряется с помощью, измеряется по реликтовому излучению. Сегодня температура небольшая, 2,7 кемера. А в прошлом она была очень горячей. И при расширении, как любая, так сказать, среда, космическая среда тоже остывала. Она остыла до такой температуры. А раньше она была вполне себе горячей. В частности, было время, когда вещество находилось в состоянии плазмы. Горячая среда, горячий свет, нагрей, газ, который он будет, ведет в состоянии плазмы. Где есть электроны, есть протоны, а не атомы в газе, атомы водорода в основном, когда были. Ну и вот эти электроны фотоны, которыми пронизана вся наша Вселенная, они как раз излучались этой самой плазмой горячей. Но потом, когда вещество Вселенной превратилось в газообразное состояние, вещество в газообразное состояние, эти фотоны уже перестали взаимодействовать. И так же, как наши комнаты, вещество Вселенной стало для них прозрачным. В результате мы имеем сегодня фотографию той Вселенной, которая была совсем другой. Ей было всего 380 тысяч лет от роду, а температура у нее была не 2,7 кг, а 3 тысячи градусов кг. Значит, ну вот сегодня есть фотография, вот в наше время вообще фантастическая, конечно. Это прям буквально фотография, это распределение температуры реликтового излучения по небесной сфере. Вот вся небесная сфера, а видно, что есть более теплые области, есть более холодные области. Точность здесь требуется фантастическая, потому что отклонение температуры от средней составляет величину меньше, чем одна десятитысячная. Речь идет не о 2,7 кг, а вот яркость здесь отложена шкала, речь идет о сотнях миле кг. Значит, но тем не менее, вот сегодня доступно, имеется такая фотография, она очень информативна, конечно, как и из любой фотографии, надо иметь извлекать информацию. Вот, глазом информации не очень много, но, значит, если ее правильно обрабатывать, то можно извлечь очень много и из этой фотографии, и из той карты Вселенной, которую мы сегодня имеем. Значит, ну, а я говорил про одну секунду, это очень ранняя эпоха, когда температура составляла миллиарды градусов. Началась она тогда, когда температура была примерно триллион градусов, продолжалась до того момента, когда температура выпала до нескольких миллиардов градусов, и возраст Вселенной составлял тогда от одной секунды начала и до трех минут, до четырех минут, конец этой эпохи. Чем эта эпоха замечательна? Тем, что в ней, в Вселенной происходили термоядерные реакции. Ровно те реакции, ну, почти те же самые, что происходит Солнце, и Солнце нас греет, у Вселенной происходили такие термоядерные реакции. Образовывались элементы, значит, образовывались ядра, и содержание этих элементов можно с одной стороны вычислить, а с другой стороны измерить на тривиальные задачки тоже, но, тем не менее, известный состав публичной среды. В некоторых местах у Вселенной она не изменилась, такая была, такая осталась. Ну, и отсюда мы, из того, что наши результаты сходятся, значит, с подведениями элементов, мы делаем вывод о том, что, да, мы правильно понимаем, как была Вселенная устроена примерно через секунду после большого взрыва при температуре триллион градусов. Значит, ну, и, значит, результат сегодня такой, что, как всем, наверное, уже давно набила воскомина эта картинка, ну, а результат, конечно, удивительный, потому что обычное вещество составляет примерно 5%, ну, точнее, 4,8%, все это такая большинство есть, значит, а вот полной плотности энергии. Значит, немножечко дает витрина, не больше, чем полпроцента, из-за того, что у них масса какая-то маленькая, а остальное все дает темную материю и темную энергию. Значит, темная материя и темная энергия имеют совершенно разные свойства по отношению гравитационного взаимодействия. Ну, а если говорить о том, что стандартная модель не полна, ну, эта картинка, она вам фактически все иллюстрирует. Потому что есть первая проблема, которая состоит в том, что во Вселенной есть вещество, нету антивещества. И стандартные модели, и это отлично подтверждается экспериментом, значит, разность между количеством кварков и антикварков постоянная. Это барионное число, так называемое, есть такой закон сохранения, разность между количеством кварков и антикварков. Кварки и антикварков всегда рождаются парами. А мы сделаны из кварков. Наши протонные электроны сделаны из кварков. И мы знаем, сколько этих кварков существует в современной Вселенной и в ранней Вселенной соответственно. Значит, это прекрасно сохраняющееся число. Великолепно работает закон сохранения. Мы знаем из того, что протон состоит из трех кварков, он самая легкая частица, в которой барионное число имеют одну нулю. И из-за сохранения этого барионного числа и из-за сохранения энергии ему невозможно раскладаться. Все остальные более легкие частицы имеют нулевое барионное число, а он имеет единичное. У него три кварка и, соответственно, барионное число единица. И действительно, протон стабильный. Время жизни протона имеется ограничение на него на уровне 1033 аж лета. 1033 гигантское число. Значит, это характеризует точность, которая сохраняется в районе мыши. Если мы пойдем в раннюю Вселенную, то там была ситуация другая. При высоких температурах рождались кварка-антикварковые пары. В среде были высокие энергии частиц. Температура – это атлетическая энергия. Если у вас достаточно энергии, температура высокая, значит, в толкновениях рождаются кварка-антикварковые пары. Примерно то же самое, что происходит в Большом Адронном коллайдере. Там этих пар рождается очень много. Ну и Вселенных рождалось много. И если посмотреть на то, как все это выглядело, то выглядело так, что был небольшой сбыток на уровне 1 миллиардная. Кварков надо антикварков. По сравнению с полным количеством кварков этих кварков. Вот эта 1 миллиардная оказалась существенной, потому что при расширении Вселенной все кварки и антикварки пронигилировали. Остался один кварк из вот этого миллиарда. Он был не скомпенсирован, был лишний и из него все мы с вами возникли. Значит, ясно, что вот такое число требуется объяснять. И ясно, что это не есть начальные данные в эволюции Вселенной по многим соображениям. Значит, нужно, чтобы у вас существовали механизмы, которые приводят к образованию вот такой асимметрии. Чтобы у вас в процессе расширения во Вселенной симметричная среда превратилась в несимметричную. Чтобы у вас возникла такая асимметрия. Этот вопрос был, надо сказать, поставлен уже больше, чем 40 лет назад. Сахаровым и темным. Значит, и в стандартной модели нет механизма генерации этой асимметрии. Стандартная модель не способна объяснить сам фундаментальный факт нашего с вами существования. Стандартная модель, если бы она была правильной с самой высокой энергии, с самой высокой температур, то в этой стандартной модели было бы поровну во Вселенной кварпов антикварпов в горячей среде. И у нас не было бы вообще ни кварпов, ни антикварпов, потому что они все бы прониклили. Их протонов, из которых бы все сделаны, не существовало. Значит, это первое свидетельство совершенно однозначно о том, что стандартной модели не полно. Ну, правда, конечно, немножко маловато мы с вами знаем. Мы знаем всего одно вот это число. А теоретических попыток объяснить это число их очень много. Есть много моделей, которые позволяют получить это число теоретически. Но ни одна из них до сих пор экспериментально не подтверждена. Никаких отклонений от стандартной модели нет в этом месте. И это есть проблема, которая может быть, не обязательно, но может быть решит большой адронный коллайдер. Может быть, что за вот такую асимметрию между веществом и антивеществом отвечают взаимодействия с масштабом энергии, характерной для большого адронного коллайдера, ТЭФ, скажем. И это не вполне, конечно, такие теоретические модели существуют. И не обязательно, конечно, они правильные. Но если они правильные, тогда большой адронный коллайдер должен обнаружить явление, из которых мы сможем заключить, что физика, которая изучает большого адронного коллайдера, как раз и отвечает за образование асимметрии между материями и антиматериями. Значит, второе свидетельство – это вот серый сектор, темная материя. Она, значит, ее концентрация измеряется разными способами, и космологически она существенна. Вообще, все это, на самом деле, для нас с вами очень небезразличное. Обычное вещество, конечно, это важная штука, но из него все с вами состоим. Темная материя тоже важная штука, потому что образование галактик, первых звезд, образование структур, которые в конечном итоге приводят к звездам и к мольятным системам, это образование целиком обязанной темной материи. Темная материя пучкоется раньше, чем обычное вещество, образует гравитационные ямы, притягивает на себя, натягивает и саму темную материю с боков, и обычное вещество. И вот так вот, собираясь, образуется галактика, а изначально гравитационная яма образуется за счет именно темной материи, а не обычной материи. Если бы не было темной материи, а все остальное было бы так же, как мы имеем во Вселенной, то не было бы никаких ни галактик, ни скоплений, ни нас с вами. Так что это существенная для нас штука темная материя. Теперь, отвечая на вопрос, почему нейтрино не может быть темной материи. Опять мы знаем, что нейтрино маловато, у них масса слишком маленькая, это экспериментальное ограничение есть на эту тему, и космологическое ограничение. У них масса маленькая, они не могут составлять все темную материю. Это первое. Во-вторых, нейтрино настолько легкие, что они во Вселенной остаются релетийскими. Сегодня нейтрино могут быть не релетийскими. По крайней мере, один тип нейтрино точно не релетийский. Он движется медленно за расширение Вселенной. Скорости падают, и действительно нейтрино замедляется просто за счет того, что Вселенная решила. Поэтому сегодня, по крайней мере, один тип нейтрино имеет маленькие скорости по сравнению со скоростью света. Но это сравнительно недавно произошло. А до недавнего времени все нейтрино, в мире очень маленькие массы, и очень быстро распространялись, очень быстро двигались. Температура у них была примерно такая же, как у фотонов, примерно 2 градуса, и сегодня 2 градуса. Но когда температура была выше, соответственно, у них кинетические энергии были больше, чем МЦ2, и двигались они со скоростями близкими к скорости света. А если частица летает со скоростью света, или почти со скоростью света, то она не собирается в комки, не может образовывать галактики. Нейтрино, на самом деле, только мешает образованию суток. Поэтому темной материи, с этой точки зрения, нейтрино в качестве темной материи не годится. Значит, темная материя, она проявляется очень многими в очень многих явлениях. Она есть и в скоплениях галактиках, она есть и в галактиках, причем в галактиках она, так сказать, расположена больше на периферии, чем в центре. Ну точнее, в центре ее тоже много, но размер галактики, размер галотемной материи гораздо больше, чем размер видимой части галактики. Это измерение галактики, движение звезд, скажем, в галактике, демонстрирует, что должна быть темная материя в галактике. Почему она такая? Размер галактики большой, если говорить о темной материи. Значит, я не буду говорить подробности, как это измеряется, но важно, что темная материя — это новые частицы, тех, которых стандартной модели нет. Я, вот, Эдуард, когда у нас все частицы перечислил, стандартной модели, там был такой кубик, а среди этого кубика нет подходящих частиц. Какие они должны быть? Они должны быть массивные, с ненулевой массой, они должны быть электрически нейтральные и стабильные. Стабильность, значит, не распадающаяся. Они должны пожить до наших дней и быть в галактиках и скоплении галактики. Значит, таких частиц стандартной модели нет. Это еще одно свидетельство того, что стандартная модель не полна. Значит, стабильность — это, вообще говоря, вещь непростая в том смысле, что за стабильностью, как правило, стоит закон сохранения, который запрещает распадаться этой частиц. Значит, новый закон сохранения. Всего закон сохранения, мы с вами знаем, в физике частиц, очень мало. Закон сохранения электричества и залена, и вот закон сохранения барионной шла, как вам говорят. Значит, это еще один закон сохранения. Какой? Никто не знает. Теперь, почему тут сильная надежда на большой-огромный коллайп? Значит, ну, понятно. Дальше был гипотез. Вы можете придумывать, опять-таки, новые частицы, придумывать новые теории, в которых есть такие частицы. И можете пытаться вычислять, сколько же их сегодня должно существовать во Вселенной. Вот если эти частицы имеют массы, ну, примерно сотни влев, там, десять влев, сто или тысячу влев, то есть десять, сто или тысячу масс протона, если они взаимодействуют с обычным веществом, довольно слабо, но не очень слабо, не безумно слабо, то вычисления дают ответ, это, ну, не мгновенно делается, но это делается на двух страничках сегодня, но вычисления дают ответ, что до этих частей заказывается ровно столько, сколько надо. ровно столько же, чтобы обеспечить темную материю усилию. Это одна из гипотез, конечно, впечатление настолько простое, что она кажется, эта гипотеза, убедительной. Ну, а эта область масс, десять, сто или тысячи масс протона, это та область, которая вполне доступна для большого адронного клавана. Ну, и можно думать, что одной частице темной материи дело не ограничивается, что есть новый класс частиц. И этот класс частиц должен иметь вот такие вот примерно массы. Значит, если это так, что, конечно, не обязательно, природа может быть устроена совсем не так, как мы хотели бы или думали, но если это так, тогда на большом адронном коллайдере такие частицы должны рождаться и, в конечном итоге, они будут обнаружены. Значит, ну, третье свидетельство неполнотной стандартной модели, оно немножечко по запросикам тут. Темная энергия, это вот эта вот сетка, черная. Темная энергия, она отличается своими галактиционными взаимодействиями, она не собирается в галактике, не собирается в скоплении галактики, вообще сгустки не собирается, она везде одна и та же. Ее плотность, эта темная энергия, одна и та же. С одной стороны, с другой стороны, она обеспечивает ускоренное расширение Вселенной, это наблюдательный факт, и удивительным образом оказалось, что Вселенная расширяется с ускорением, а не с заведением, как можно было бы ожидать, как получается у всех простых. Знаешь, что темная энергия испытывает антигравитацию, в смысле этого слова, а плотность ее не меняется или почти не меняется со временем. Такое вот есть у нее замечательное свойство, опять-таки, экспериментально наблюдательного подтверждения. В отличие от плотности массы вещества или темной материи, когда Вселенной расширяется, плотность массы падает как единица на объем, плотность семянный. А вот для темной материи темная энергия это не так. Темная энергия плотность почти не меняется и совсем не меняется. Со временем, несмотря на то, что Вселенная расширяется, объем увеличивается. Ну а природа ее неизвестно, может быть, все что угодно, так что все что угодно. Это может быть вакуум, энергия вакуума, такая вот странная. Это могут быть новые поля, это может быть, мы гравитацию неправильно понимаем, ускоренное расширение, пусть и даже не связанность с какой-то новой формой энергии, а связанность с тем, что гравитация устроена на сверхбольших расстояниях космологических, не так, как доктор Эйштейн прописал. Значит, ну про темную энергию разговаривать сегодня не очень уместно, потому что сегодня, по крайней мере сегодня, кажется, что большой огромный коллагер совершенно неизменный. Единственный способ изучения темной энергии, по крайней мере, опять-таки сегодня, это космологический наблюдение, которое позволяет хорошо измерить темпы расширения Вселенной на разных эпохах ее революции и, соответственно, проследить по этому темпу расширения, как зависит или не зависит плодкость темной энергии от времени. Если это вакуум, если это энергия вакуума, то зависимости от времени не должно быть совсем. Вакуум, что сегодня, что вчера, что завтра, имеет одну и ту же энергию, и плодность энергии должна быть константа, мировая константа, которая не зависит от времени совсем. А если обнаружится какая-то пусть слабенькая зависимость от времени, будет означать, что это уже не вакуум, а, скорее всего, какое-то новое слабенькое сверхслабое поле, в котором мы ничего, кроме того, что оно несет в константе темную воду, не знаем. Ну вот, заключая, я скажу, что, ну, вообще говоря, большой адронный коллайдер может прояснить нам космологические проблемы. Если повезет, если окажется, что да, масштаб энергии, характерный для темной материи, это масштаб большого адронного коллайдера, или взаимодействие и новые частицы, которые отвечают за асимметрию между веществом и антивеществом, они все живут вот на этом энергетическом масштабе. Никой гарантии тут нету, значит, ну, вообще, надо сказать, можно, наверное, спорить на эту тему, но кажется, что гарантий нету. Значит, вот, большой адронный коллайдер планируется, что он будет работать, по крайней мере, до 1935 года, да, еще 20 лет. Значит, и нет никакой гарантии, что он что-нибудь наверняка откроет за эти 20 лет. Значит, есть точки зрения физико-частиц, мы, может быть, неправильно понимаем, вообще, как устроена стандартная модель, почему. И то, что мы называем проблемами или несуразностями стандартной модели, может быть, это вовсе даже никакие несуразности. Ну, и никто не гарантировал, что космологические проблемы тоже могут быть решены с помощью большого адронного коллайдера. Может быть, энергетические масштабы характерны настолько большие, что адронный большой адронный коллайдер на них просто не дотянется. Такое вполне не исключено. И вообще, сейчас некая, так сказать, такая интригующая ситуация, потому что, ну, мы как привыкли к открытиям физики высоких энергий, физико-частиц. Так вот, значит, ситуация интригующая тем, что эти открытия могут в ближайшее время не состояться. Живем люди. Спасибо. Продолжение следует...